Мечи и стальные шлемы средневековых воинов весом в несколько килограммов. Всё это стало частью жизни Александра Киселёва. Полгода назад он пришёл просто посмотреть на тренировки по фехтованию и остался заниматься. Юноша мечтал взять в руки тяжёлый меч и ловко отражать удары в бою. Хотя на тренировках используют современные средства защиты, молодой человек признаётся, что двигаться в них достаточно сложно. Но что не сделаешь ради любимого увлечения. Всегда увлекался историей, всегда было интересно, каково же было людям вот тогда. Во время рыцарства. Теперь Александр в полной мере понял, что рыцарям было нелегко. Хотя современная защита в разы легче, а в кроссовках гораздо удобнее передвигаться, не всегда получается увернуться от ударов более опытных соперников. За две минуты спарринга нужно проявить силу воли и продемонстрировать хорошую физическую подготовку. Сильно способствует развитию координации движений, ловкости, силы. Ну, в общем-то, сила воли тоже качается. Невзирая на защитное сооружение, это иногда бывает больно. Секция исторического фехтования существует в нашем городе уже около 15 лет. Ребята начинали тренироваться на деревянных мячах, которые сами делали из лыжа хоккейных клюшек. Сейчас у них в арсенале вполне профессиональное оружие, тоже сделанное своими руками. За один учебный год мальчишек не только научат основам фехтования, но и восполнят пробелы в знаниях исторических событий, изучат особенности одежды воинов эпохи Средневековья. Мы приглашаем сюда подростков в возрасте с 14 лет примерно, то есть тех, кто уже в состоянии нести за себя некоторую ответственность, кто уже вышел, что называется, из нежного возраста, кто готов раздавать и получать удары. Конечно, юный фехтовальщик должен быть здоров, так как прежде всего это спорт. И как в любой спортивной дисциплине, ребята участвуют в соревнованиях регионального и российского уровня. Чтобы достойно представить свое объединение и родной город, молодые люди часами оттачивают мастерство и ловкость нанесения ударов. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.